К другим темам. Трамваев до Солнечного не будет, по крайней мере, в ближайшие несколько лет. Мэрия Красноярска разрывает концессионное соглашение с московской фирмой. Она должна была отремонтировать старые трамвайные пути и проложить новые. Почему масштабный проект, на который у чиновников было много надежд, пришлось забросить, выясняла Алифтина Сасова. Она сейчас у нас в студии. Аля, что стало причиной разрыва? Наташа, прямо об этом никто не говорит. Все высказываются сухо и довольно неинформативно. Например, в администрации города ситуацию прокомментировали так. Не удалось достигнуть договоренности по условиям реализации проекта и обязывающие документы не были подписаны. Я также написала в компанию «Мависта региона Красноярск». Было интересно послушать их объяснения, но до начала эфира ответа от них я так и не получила. Некоторые СМИ пишут, что проект стал просто нецелесообразен для москвичей из-за того, что финансовые документы не были подписаны. Расторгать соглашение будут через суд. Он пройдет уже 27 июня. Видимо, вмешательство суда потребовалось из-за того, что стороны не смогли договориться об условиях расторжения. Аля, а город и красноярцы что-нибудь теряют от расторжения этого соглашения? Если честно, то только мечты о масштабной трамвайной модернизации в короткие сроки. Потому что компания еще не начала выполнять никакие работы. А вообще «Мависта» должна была отремонтировать уже существующие трамвайные сети и построить 30 километров новых до левого берега. Рельсы хотели проложить по Октябрьскому мосту до взлетки и в Солнечный. По ним хотели пустить трамваи новых маршрутов и отменить несколько старых. Однако еще в прошлом году эта идея вызвала бурные споры. В частности, например, автомобилисты боялись, что такие новшества только усугубят дорожную ситуацию или даже повредят конструкции моста. В первую очередь заберут трамваи по одной из полос. Во вторую очередь уже был опыт при Петре Ивановиче Пимашкове, когда прокладывали трамвайные пути. И потом выяснилось, что нельзя пускать трамваи по Октябрьскому мосту, которые приносят вред самому мосту. Тем более сейчас автомобильный трафик гораздо больше, чем те же 20 лет назад, когда по мосту еще ходили трамваи. Аль, насколько я помню, подозрительно к этому соглашению относились не только общественники, но и депутаты разных уровней. Да, Наташа, ты полностью права. И в городском совете, и в ЗАГС собрании к этому проекту возникали вопросы еще в прошлом году. Например, а справится ли компания с таким масштабным проектом? Я поискала и, если честно, нашла только один успешный кейс. Мависта запустила трамвай от Екатеринбурга до Верхней Пышмы. Строители зашли еще в Пермь, Курск, Кирославль, Липецк. Однако нигде работы еще не закончили, но хотя бы начали, в отличие от Красноярска. Еще вопрос, который тогда возник, почему городу придется вкладывать в проект свои бюджетные деньги. Точные цифры я не нашла, но речь идет о десятках миллиардов. Причем еще год назад были предположения, что эту сумму мы можем просто не потянуть. По факту все серьезные капиталовложения принес на себя, на своих плечах город. С его бюджетом Амависта получала практически все имущество проекта в Трансе бесплатно. И в последующем еще и зарабатывала на это. Аля, а в итоге у нас будут модернизировать трамвайные сети хотя бы своими силами без участия московской фирмы? А вот об этом говорить пока сложно. Известно, что ситуация не повлияет на ремонт путей на Красрабе, потому что город делает его своими силами за свой счет. Закончить работу обещают, кстати, уже в августе. Что касается новых проектов, в том числе трамваев до Солнечного, тут пока ничего непонятное. Идею проложить пути на Левый берег вроде бы пока не хоронят, но этот план снова начнут реализовать. Когда начнут реализовать, тоже не говорят. В администрации города просят немного подождать, мол, после суда станет понятно, что будет с трамвайной сетью дальше. И, видимо, ждать это и правда все, что мы сейчас можем сделать. На этом у меня все. Наташа. Аля, спасибо. Ну а мы продолжаем выпуск.